Всем привет, друзья! Вы на канале SkytofGames и это новости касаемо The Isle of Rima. Ролик будет кратким, но пояснительным, так что присаживайся поудобнее, слушай внимательно и ставь пальчик вверх. А перед началом данного ролика хочу вам посоветовать и подписаться на канал Raven. Ютубер достаточно быстро и активно развивается, а все потому, что он снимает достаточно качественные ролики касаемо игры The Isle. На канале выходят жесткие файты и смешные моменты, связанные с The Isle. Также, многому чему в игре, можно научиться благодаря роликам Raven. Актив канала достаточно хорош, а автор всегда с вами на связи. Присоединяйтесь в его дискорд канал, кстати, я уже там. Не пожалей и подпишись прямо сейчас, в будущем вас ждет куча интересного контента. Будем смотреть вместе. Все ссылки в описании. Итак, начнем с первого. Как заявила Кисен Китен, один из разработчиков Эврима, из запиксов в этом году, скорее всего, можно будет дождаться игрового Терекса. Также, Дилофозавр, Диаблоцаратопс не будут привязаны к обновлениям. То есть, пояснения панч пакета. Выпуск динозавров данных, а также других между патчами реален. Я, кстати, уже как-то в выпусках новостей говорил об этом, и, собственно, многое утверждается. Кстати, если вдруг что-то у разработчиков в будущем поменяется, меня не обвинять и не писать гневных комментариев. Я задал вопрос панч пакету, в чем долгая причина выпуска стресс-тестов и обновления 6.5. Может ли это быть из-за переноса игры на Unreal Engine 5? Панч кратко ответил, мы всего в нескольких шагах от стресс-тестов. Значит ли это то, что все-таки перенос игры на новый движок прошел или проходит хорошо, я не знаю. Ведь вроде утверждали, что проблемы были, но они решаются мгновенно. А тонкий намек на стресс-тесты – это хорошо. Может быть, наши предположения с Сильвестром Лебовским подтвердятся и тесты завезут на этой неделе или к майским праздникам? Короче, посмотрим. Держу в курсе. На неделе прошли стримы Брайана Филлипса. Что мы смогли увидеть? Гор будущих новых четырех динозавров, а также разработку и анимирование роста Галлимима – циратозавра Бейпи. Кстати, подписчику Зергу и Оливье отдельное спасибо. Таблица скорости Галлимимуса. Если не ошибаюсь, скорость передвижения взрослой особи. Таблица представлена в милях и километрах, но уже поясняет нам о быстром и будущем Галлимиме. В то время, как обычная ходьба Галлимимуса будет 8 км в час, то прибеги будет равняться 63 км в час. А если тут учесть еще и его будущий баф призыва к скорости стада, то уже, наверное, получится все 80-90 км. Невероятно. Кто там говорил, что будет с легкостью ловить данных существ? Работа над людьми в игре ведется. И сейчас дорабатываются и переделываются модели. Также уже созданы модели предметов и оружия. Перед релизом нам обещали их показать. Новые динозавры в игре. При обновлении дорожной карты на ней появятся в колонке виды динозавров, которые будут не прикреплены к каким-либо обновлениям. Также поделюсь с вами скрином тех видов динозавров, которые будут занесены в игру. Если что, в нашем дискорде, в полезных рубриках, я сохранил для вас всю полезную информацию. Можете сами подробнее изучить. Также уточню, что в дальнейшем стата будет пополняться. Переход на движок Unreal Engine 5. Должен исправить ситуацию с оптимизацией, по крайней мере должен ее улучшить. Посмотрим краткие ролики, как может в будущем выглядеть Эврима. Сразу скажу, что ролики не разработчиков, но как-то гипно уже показывал новую растительность на Gateway. Ссылку на канал я оставлю, если что, в описании. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь немного поясню, почему Unreal Engine 5 должен исправить оптимизацию. Сразу скажу, что объем игры, ее вес увеличится в несколько гигабайт. Я не программист, но понятие углубиться можно. Наниты, используемые на Unreal Engine 5. Наниты это новая технология виртуальной геометрии, которая позволяет рендерить сцены быстрее обычного. Наниты подгружают в видимую камере геометрию. Не все модели детализируются по максимуму, только небольшие части мира, которые ты видишь. А то, что уже, грубо говоря, в 20 метрах уменьшают детализацию. Так что посмотрим, выровняет ли это хромающую оптимизацию The Isle of Rima. Пока на этом все. Если тебе понравилось, обязательно поставь пальчик вверх, подпишись на канал. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok